В четверг 2 февраля Святая Церковь чтит память преподобного Ефимия Великого. Он родился в армянском городе Милитэне от благочестивых родителей христиан. Супруги долгое время были бездетны и усердно молились Богу о даровании им чада. Господь услышал их просьбу, и у них родился сын, которого они обещали посвятить Богу. Вскоре отец святого умер, и мать, исполняя обет, отдала сына на воспитание своему брату, пресвитеру Евдоксию. Святой Ефимий получил образование и воспитание в одном из городских монастырей. Он рано принял монашество и был посвящен в пресвитеры с обязанностью надзирать все монастыри города. Преподобный часто посещал монастырь Святого Полиевкта, а в дни Великого Поста удалялся в пустыню. Должность управителя монастырей тяготила подвижника, искавшего безмолвие. И он на 30-м году своей жизни тайно ушел из города и направился в Иерусалим, где, поклонившись святым местам, удалился в Фаранскую Лавру. Вскоре к нему начали собираться иноки, и образовался монастырь, в котором преподобный Ефимий установил строгий устав и порядок иноческой жизни. Слава о его подвигах и чудесных исцелениях далеко распространилась. К нему стало приходить множество паломников, больных и страждущих. Не выдержав людской молвы, святой тайно удалился на высокую гору у берега Мертвого моря и подвязался в пещере. И здесь его нашли нуждающиеся, и он исцелял, утешал страждущих и сгонял бесов. Много иноков, уклонившихся от правого исповедания веры, обратил в православие. Когда он совершал божественную литургию, люди видели, как огонь сходил с неба и окружал святого. Время своего представления было открыто преподобному Ефимию по особой милости Божией. Авва оставил наставление для братьев и обещал пребывать духом со всеми, желающими нести подвиги в его обители до скончания века. После этого преподобный Ефимий вместе со своим учеником молился внутри алтаря три дня и отошел ко Господу в 473 году у возрасте 97 лет. Субтитры создавал DimaTorzok